В сфере неотложной и скорой помощи работают врачи самых разных направлений. Здесь и хирурги, и травматологи, и неврологи. Объединяет их одно – они действуют максимально оперативно и всегда готовы прийти на помощь. Нюансы и новейшие методики работы обсудили на научно-практической конференции. Вектор развития высоких медицинских технологий на госпитальном этапе оказания скорой и неотложной медицинской помощи. Она стартовала в Рязгому. Конференция в стенах медицинской вуза, конечно, является не только стимулом развития практического здорового ранения, но и возможностью наших обучающихся, которые также присутствуют здесь в зале, прикоснуться и узнать о самых новых, самых интересных технологиях. И, конечно, я уверен, еще больше пожелать стать прекрасным специалистом. Конференция будет работать два дня. За это время участники услышат десятки докладов ведущих специалистов страны, которые приехали в Рязанский государственный медицинский университет из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Волгограда, Саратова, Владикавказа и других регионов. Более того, конференция зарегистрирована в системе непрерывного медицинского образования, а все слушатели получат по 12 баллов, которые помогут подтвердить высокую квалификацию. Такие конференции очень хорошо, они становятся традиционными, они становятся системными. Это говорит о том, что мы собираемся здесь для того, чтобы работать, чтобы развивать Рязанский государственный украин, чтобы развивать наш вуз. Особым гостем конференции стал президент Института скорой помощи не имени Склифосовского Магеля Хубутия, который выступил с докладом. Рязань – это вообще одна из лучших в медицинском направлении в развитии своем и оказании помощи по неотложной медицине. А сегодня именно разговор будет идти о неотложной медицине и оказании скорой помощи. Здесь находятся еще и наши друзья. Также на конференции большое внимание уделили самой системе организации движения больных. Считается, что каждый пациент, который нуждается в экстренной помощи, уже в первые сутки должен оказаться там, где ему будет оказана исчерпывающая помощь. Это утверждение касается неотдельного региона. Система должна работать в масштабах России. Это, конечно, такое стратегическое направление вообще в стране. Это, так сказать, привнесение больше здравого смысла и с тем, чтобы уменьшить потери времени, ненужное расходование ресурсов, расходование человеческого капитала, сбережение нервов и так далее. Вот это все, в том числе и в медицине, и в экстренной медицине предстоит сделать. В целом, гости отметили, что здравоохранение Рязани является одним из ведущих среди субъектов Российской Федерации, а значит, есть хорошая база для дальнейшего сотрудничества.